Лето, жара и практически во всех барах и ресторанах мира можно услышать такую просьбу. Налейте ко мне бокал просека. Но вот вопрос, как вы обычно выбираете просека? Возможно, просто берете с полки первую попавшуюся бутылку. В этом сюжете я хочу рассказать вам, как много разных видов просека бывает, как его правильно выбирать и на какие надписи на этикетке стоит обращать внимание. И что они означают. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Витиспро. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. В одном из предыдущих роликов я рассказывал вам о просеке. Если кто пропустил, советую кликнуть по ссылке и посмотреть. Вас ждет интересная история про голую женщину и алкоголь. А также в этом ролике есть рассказ о том, как делают это вино, как оно стало популярным и как итальянцы отстаивали свое право на просека. Короче, было много историй. А сегодня мы об этом всем, конечно же, говорить не будем, чтобы не повторяться. А вместо этого пройдемся по видам просека, в том числе и по его альтернативным стилям. Попробуем сделать сюжет максимально практичным и полезным. Давайте для начала нарисуем себе мысленно некий усредненный образ просека, к которому мы так привыкли. Это будет, вероятно, легкое, свежее, игристое вино с интенсивной игрой пузырьков. С нотами яблока, груши, персика, медовой дыни, цитрусовых и белых цветов. Образ усредненный. Сегодня поищем вместе другие стили. Для начала про фризанте или спуманте. Эти надписи часто встречаются на бутылках с итальянскими игристами. Так итальянцы обозначают уровень давления в бутылке. Для этой градации фризанте более легкое вино, давление у него порядка 1,5 атмосферы, крепость 10,5. А вот спуманте пузырьки намного интенсивнее, с учетом давления 3,5 атмосфер, крепость 11. Помимо этого просека различают по уровню сладости, то есть по содержанию сахара. Существует 5 основных градаций. Экстра брюд допускается до 6 граммов на литр сахара, такие вина встречаются довольно редко. Брюд до 12, экстра драй от 12 до 17, драй от 17 до 32, семи демисек от 32 до 50 граммов на литр сахара. То есть, если не знать всех этих цифр, этикетка этого вина порой может сыграть с покупателем злую шутку. Вот он берет бутылку с надписью драй, полной уверенности, что слово драй переводится как сухое, значит перед ним сухое вино. А на самом деле получает довольно сладкий напиток в бокале, которого примерно от 1 до 3 граммов сахара. Чтобы вы понимали, в одной чайной ложке без горки примерно 5 граммов сахара. Получается, что у бутылки просека категории драй может быть до 5 чайных ложек сахара. Так что будьте бдительны, если хотите посуше и поменьше калорий, то берите брюд, а еще лучше экстра брюд, если найдете. Помимо этого, существует несколько градаций качества этого вина. Самое базовое и простое маркируется просто словом просека. На бутылке с более качественными напитками ставят пометку супериоре. А есть еще высшая лига просека, это вина из особенных зон. Кольнелиано вальдобиадене и кортизе. Если вам захочется попробовать что-то особенное, советую поискать вам именно игристая из этих субрегионов. Да, она будет стоить чуть дороже, но это гораздо интереснее и сложнее. Если вы увидите на этикетке слово РИВЕ, то виноград для такого просека взят с одного отдельного участка, что тоже, скорее всего, будет указывать на особое качество напитка. Ну а слово Мелизимато будет означать, что для изготовления вина использовали урожай одного единственного года урожая. Почему это важно? Для игристых вин эта практика нетипична. Соответственно, уже если производитель на это пошел, значит урожай был выдающимся. Ну а теперь давайте отойдем от классических стилей просека и поговорим о более новаторских винах. Например, последние годы все более популярным становится просека Кольфондо. Способ его изготовления очень похож на пятнат, о котором я говорил буквально в одном из предыдущих роликов. То есть это так называемый дедовский метод. Виноград гле разбраживают, но не до конца, и вино разливают по бутылкам. Там в бутылке оно дображивает, благодаря чему образуются пузырьки углекислого газа. Такое вино не фильтруют, поэтому на виды оно может быть слегка мутноватым. И само выражение Кольфондо в переводе с итальянского означает с осадком. В 2019 году такие вина выделили в отдельную категорию суэлевити, то есть на дрожжевом осадке. Помимо этого, многие виноделы сегодня стараются привнести в свой продукт что-то новое. Популярным трендом, например, становится просека на диких дрожжах с однократной ферментацией в автоклаве. Еще более популярным розовая просека с добавлением к винограду глера 15% пинонуара. Все это варианты для тех, кому уже несколько поднадоели классические стили просека и хочется попробовать что-то новое и необычное. Хотя надо признать, что в традиционной стилистике этих вин всегда есть своя прелесть. Ведь за что мы их любим? За то, что это легко, свежо, стильно и, честно говоря, намного дешевле, чем шампанское. А еще за универсальность, это игристое вино подходит к самым разным блюдам. Экстра брюты и брюты хорошо сочетаются с молодыми сырами, морепродуктами, овощными салатами и вяленым мясом. Более сладкое экстрадрай и драй можно попробовать с мясным или рыбным карпаччо, грибным ризотто, брускеттом из прошутто, дыней или с ракфором и грушей. А демисек – идеальная пара для блюд азиатской кухни, например, стеклянной лапши с овощами, курицей или креветками под соусом терияки. А еще я хочу напомнить вам, что просека – это идеальная база для коктейлей. Согласитесь, дорогое шампанское – это как-то его жаль смешивать с разными биттерами и соками. А вот более демократичное итальянское игристое – для этого в самый раз. С ним делают аппероль шприц, беллиники, рояль и другие популярные коктейли, которые добавят ярких красок к вашей вечеринке. Друзья, напоследок хочу спросить, вы любите просека и доводилось ли вам пробовать альтернативные стили этого вина? Чтобы в следующий раз вам было проще выбирать его в магазине, я подготовил для вас небольшой подарок. В описании к этому видео вы найдете удобную инфографику с основными видами просека. Своего рода гид для покупки. Ну и напоследок разрешите 30 секунд саморекламы. В нашей школе есть короткий, но очень увлекательный онлайн-курс, который называется «Твое любимое игристое». Там есть про шампанское, просека, франчокорту, зекты, каву. Короче, про все игристое. Увлекательно, просто, практично, полезно и по цене, как бутылка хорошего просека. Не отказывайте себе в удовольствии разобраться в этом удивительном мире игристых вин. Ссылка на курс находится тоже в описании к этому видео. Друзья, если вам понравилось это видео, расскажите об этом мне и ютубу, кликнув по кнопке лайк. Ну а если вы не хотите пропустить новые, еще более интересные видео на этом канале, подпишитесь и кликните на колокольчик. Также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка «Поделиться». Поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать канал. Главное, мы с вами распространяем настоящую винную культуру. А это, согласитесь, дело благородное. Мы ведь делаем совсем другой канал про вино.